Здравствуйте! Вы смотрите программу событий. Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главные события дня. Парк Воронежские озера в новом формате. Местные жители решают, каким ему быть. На Старозагоре зажигают огни. Фонтаны в сквере рядом с Шибкой заиграют новыми красками. Алкоголь не пройдет. Общественники и полицейские проверили магазины и бары советского района. На 6 метров шире станет Красноглинское шоссе после комплексного ремонта. Магистраль обновляют по федеральной программе безопасные качественные дороги. Только за минувшие сутки рабочие закатали больше 20 грузовиков асфальтобетонной смеси. За ходом работ наблюдала Алина Чемерис. С точностью ювелиров рабочие отмеряют новые параметры Красноглинского шоссе. Теперь оно будет на 6 метров шире. Пока укладывают только выравнивающий слой под весом многотонных катков. Асфальтобетонная смесь температуры в 150 градусов превращается в ровное покрытие. На время работ движение здесь ограничили. Но уже в 6 утра по новому асфальту смогут ездить автомобили. Работы ведутся круглосуточно. Уширение копаем днем и засыпаем все. А основные асфальтно-укладочные работы идут в ночное время, чтобы не создавать помех движению пробок на этом аварийном участке. Работа по укладке выравнивающего слоя планируют закончить через месяц. В целом же комплексный ремонт Красноглинского шоссе завершится в следующем году. Ширина проезжей части составит 16 метров. В каждую сторону будет по две полосы движения. Также здесь оборудуют тротуары, проложат ливневую канализацию, установят уличное освещение. Такого масштабного обновления на Красноглинском шоссе не было как минимум 10 лет. Сегодня его приводят в порядок по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». Вполне 50-60 тонн будет проходить, и думаю, что ничего страшного не будет в течение гарантии и дальше. То есть конструкция очень хорошо усиливается. Будет меньше износ ходовой части автомобиля, увеличится пропускная способность, потому что дорога будет расширяться. Надеюсь, что будет меньше пробок. Всего в этом году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в Самаре отремонтируют свыше 40 улиц. Общая стоимость работ составит более 2 миллиардов рублей. Алина Чемерис, Василий Колдашов, События. Новый пляж может появиться в Самаре. В промышленном районе началось общественное обсуждение комплексного благоустройства парка «Воронежские озера». Проект планирует включить в федеральную программу «Комфортная городская среда». Об этом на встрече с представителями СМИ накануне заявил глава Самар Олег Фурсов. Как преобразится одно из самых живописных мест города, расскажет наш корреспондент. Уникальный уголок живой природы в большом городе. Парк «Воронежские озера» постепенно преображается. Власти Самары разработали проект комплексного благоустройства этой территории. Чтобы сохранить уникальную экосистему, запланировано пробурить новую скважину для подпитки озер. Жители говорят о необходимости почистить дно, водоем и главная ценность парка. Но комфорт тоже важен. Чтобы решить, как будет выглядеть обновленный парк, проект обсуждают вместе с жителями. «Хотелось бы, чтобы были побольше для детей, для взрослых. У нас очень много пенсионного возраста гуляет в парке. Ну, чтобы как-нибудь сели, отдохнули. И самое главное, чтобы почистили озера и чтобы были очень красивые наши озера остались. Вот это я хочу больше всего, чтобы были озера сохранены». По проекту в парке планируется отремонтировать асфальтовые дорожки, установить 70 дополнительных световых опор. Власти предлагают высадить новые аллеи, оборудовать современную спортивную площадку, отреставрировать скейт-парк, установить сцену и бесплатные общественные туалеты. Сегодня Воронежский озер – один из трех крупных парков в промышленном районе и любимое место отдыха жителей. Благоустройство этого живописного места люди ждали давно. «Будет много посаженных деревьев для того, чтобы улучшить экологическую обстановку. Потом огромную работу парк будет проводить по модернизации трех озер. Эти озера будут цивильно выглядеть, так будем говорить. Даже одно озеро будет иметь свой пляж». Планируется, что обновление парка «Воронежские озера» начнется весной следующего года. Алина Чемерис, Артем Сулайманов, События. Большой праздник для Самары. День города все ближе. И во всех уголках не только наводят порядок, но и создают красоту. На бульваре по улице Старозагора еще у двух фонтанов к воскресенью появится подсветка. Игру огней оценила Марьяна Мирная. 21 светодиодная лампа на каждом из четырех фонтанов, составляющих единый комплекс на Старозагоре, загорится в честь дня города. Сотрудники с специарем стройзеленхоза завершают монтаж подсветки. Красные, зеленые и синие огни будут сменять друг друга. Такие светильники уже зарекомендовали себя на других фонтанах. Срок службы не менее пяти лет. Для устройства самой подсветки надо было ввести дополнительные провода. То есть, соответственно, пришлось скрывать облицовку, сверлить, гранит, чашу сверлить, чтобы ввести провода. Ну и установить светильники. Два фонтана оснастили подсветкой еще в прошлом году в рамках комплексного благоустройства бульвара на Старозагоре, выполненного по инициативе главы города. Теперь еще два заиграют новыми красками. Проложили трассу, установили, смонтировали блок управления насосный, установили крепеж для светильников на трубы и смонтировали сами светильники к этому крепежу. Сейчас осталось только распаечные коробки соединить, светильники с центром и все, включится. Все работы по подсветке фонтанов на бульваре будут завершены ко дню города. И уже вечером 10 сентября жители смогут оценить эстетику Содружества воды и света. Мариана Мирная, Григорий Плешаков. События. Реализацию сразу двух приоритетных федеральных проектов «Комфортная городская среда» и «Безопасные комфортные дороги» обсудили на заседании городской общественной палаты. Масштабные изменения по благоустройству города должны проводиться под строгим общественным контролем. Как это будет на практике, выяснил Андрей Горгуленко. С появлением приоритетных проектов самарцы стали больше участвовать в судьбе своего города. Общественные советы микрорайонов активно контролируют работы по благоустройству дворов, дорог и общественных пространств. В Самаре сейчас время масштабных преобразований, и подобный контроль со стороны жителей необходим. В городской общественной палате решили создать рабочие группы, чтобы вместе с общественными советами микрорайонов, депутатами и представителями городских департаментов выезжать на объекты и оценивать ход работы. Рабочая группа совместно с представителями департаментов, курирующих это направление, с приглашением созданных новых микрорайонов, управляющих, будут выезжать на тот или иной объект и смотреть, как процесс с самого начала, с проектирования и до его завершения организованно проходил. Особое внимание жителей будет приковано к благоустройству дворов и ремонту дорог, будь то обычный двор или старейший парк города. Жители не только выбирают и разрабатывают проекты благоустройства, но и вместе с экспертами смогут контролировать качество работ и участвовать в приемке. По обоим проектам сейчас набраны хорошие темпы, и непременным участием в реализации и того, и другого является активное участие общественности в приемке работы, в контроле работ на всех ее этапах. Всего в этом году по программе «Комфортная городская среда» в Самаре в порядок приведут 196 дворов, а также реконструируют три общественные зоны – Струковский сад, четвертую очередь набережной и площадь Куйбышева. А по проекту «Безопасные и качественные дороги», которые будут действовать до 2025 года, планируется отремонтировать около 50 тысяч километров автодорог федерального, регионального и местного значения. Таким образом, в регионе доля дорог, которые будут соответствовать всем нормам, составит 85%. Олеся Корецкая, Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков, События. 63-й вошел в топ-10 регионов с наиболее эффективной налоговой политикой. Какое место рейтинга занимает Самарская область, расскажет наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте! В конце рабочей недели цены на нефть растут. За баррель марки «Брент» дают 54 доллара 50 центов. Валюта дешевеет. На выходные Центробанк установил курс доллара на отметке 56 рублей 99 копеек, евро 68 рублей 69 копеек, золото стоит 2462 рубля, серебро – 32 рубля 68 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 57 рублей 25 копеек, дороже всего продать за 56 рублей 50 копеек. Самарская область вошла в топ-10 регионов с наиболее эффективной налоговой политикой. С показателем 133,5 балла губерния поделила 9 и 10 места Самурской областью. Войти в топ-10 региону позволило активное расширение налоговой базы, которая производится под руководством губернатора Николая Меркушкина. Выполняя его поручения, правительство области использует меры стимулирования бизнеса, предоставляя компаниям налоговые льготы. В результате поддерживается экономический рост, увеличивается социальная стабильность, повышается конкуренция. На этом у меня все. Удачи в делах! 22 тонны нелегального алкоголя изъяли в Самарской области в этом году. Специалисты управления по обороту спиртного проводят выезды по городу регулярно. Проверяют те заведения, на которые поступают жалобы. Это могут быть и новые магазины, и те, которые не остановили даже штрафы. В очередную проверку отправилась и Олеся Корецкая. Рынок на пересечении улиц Авроры и Аэродромной. В глубине павильон без опознавательных знаков, но хорошо знакомый местным жителям. Здесь продают алкоголь на разлив. Документы есть у вас? Документы все у меня, у кого она включена, а никого не может быть. Девушка за стойкой отвечает по классической схеме. Здесь не работают документы у хозяйки, а та в командировке. При осмотре помещения находят не только слабый алкоголь, но и напитки покрепче. А торговля им здесь запрещена. Эту рюмочную проверяют не первый раз. Даже после крупных штрафов хозяин вновь открывает ее. К радости любителей выпить. А здесь люди спокойно выходят, все нахранят. У нас спокойно похмелился, спешил, все нахранят. Пошел на работу. Попробуй за работу зайдет, а здесь пришел, пошел домой. Полицейский составляет протокол. Алкоголь забирают. Около 7 литров предположительно разбавленного спирта и коньяка. Причем контрафактного, судя по поддельной акцизной марке. Точнее, определит экспертиза. Хозяина ждет штраф на физическое лицо до 50 тысяч рублей, на юридическое – до 100 тысяч. Данные рейды проводятся на ежедневной основе. И все жалобы, которые мы отрабатываем, они будут отработаны все до последней. И все меры административного воздействия на данные предприятия будут также обращены. Чтобы не получать крупные штрафы, бутлегеры идут на хитрость. Хранят алкоголь в небольших количествах. А чтобы не привлекать внимание, маскируются. Например, в парикмахерской на Ново-Вокзальной прячется небольшой магазин с продуктами из Казахстана. И, как выясняется, с незаконным алкоголем. Продукция казахская, не имеет акцизных марок, находится в нелегальном обороте. Согласно договору аренды, здесь находится частное лицо. В тумбочке под кассой целый алкогольный склад. Его также заберут полицейские и отправят на экспертизу. Спрос на эту продукцию не спадает. Продавцы в погоне за прибылью продолжают нарушать закон. Только за полгода изъяли 22 тонны нелегального алкоголя. Зарегистрировали больше 900 нарушений. Это меньше, чем в прошлом году. Специалисты отмечают, после ужесточения закона в этом году борьба с бутлегерами стала более эффективной. Олеся Корецкая, Константин Головин, События. А теперь, коротко, о других событиях дня. ДТП с участием экскаватора произошло сегодня на пересечении улиц Победы и 22-го партсъезда в Самаре. Очевидцы выложили в сеть фото с места аварии. Там столкнулись экскаватор и 126-я маршрутка. Автобус двигался в сторону площади Кирова, а экскаватор поворачивал с 22-го партсъезда на Победу. В результате ДТП стрела экскаватора пробила дыру в крыше маршрутки, а также оставила длинную вмятину. По предварительным данным, пострадала пассажирка, у нее травма головы. Между Самарой и Москвой станут чаще летать самолеты. С переходом Самарского аэропорта на осенне-зимнее расписание с 29 октября будет совершаться до 19 рейсов в сутки в зависимости от дня недели. Московское направление – самое востребованное у пассажиров Самарского аэропорта. По итогам первого полугодия этими рейсами воспользовались 596,5 тысяч пассажиров, то есть 52% от совокупного пассажиропотока, отмечают в Курумыче. ЧП произошло на Волге около острова Большой Толовой. От сильного ветра и высокой волны перевернулась лодка, в которой находился 83-летний мужчина. Пенсионеру спасло жизнь то, что в лодке был отсек непотопляемости, он не позволил ей полностью скрыться под водой. Ветром и течением аварийное судно вынесло на фарватер реки. Спасатели поискового отряда «Октябрьска» вытащили замерзшего пострадавшего из воды и доставили на спасательную станцию. Медицинская помощь ему не потребовалась. В Нефтегорском районе в поселке Бариновка один из рыбаков выловил огромного карпа. Вес рыбы составил почти 19 килограммов. Рыболов сфотографировался со своей добычей на память, а затем отпустил рыбу в родную стихию. Кстати, подлинность фото вызвала сомнение у некоторых пользователей соцсетей. На нем указана дата 7-летней давности. Но знакомые рыбака утверждают, он просто не выставил дату на аппарате. Напомним, такой улов Самарской области не впервые. Весной самарец выловил в районе села Ширяево щуку весом более 13 килограммов. Салют в день города можно будет наблюдать с Волги. Для желающих будет организована двухчасовая прогулка. Отправление от речного вокзала в 21.00. Напомним, что грандиозный праздник пройдет сразу на пяти площадках, которые будут находиться на второй очереди набережной. Главное действие состоится у полевого спуска. Здесь организуют выставку военной техники и наград, которых был удостоен город в разные годы. На сцене выступят самарские и российские творческие коллективы. В воздухе пройдут показательные выступления пилотажных групп «Сокола России», а на воде парад кораблей. Концерты Владимира Высоцкого, Грушинский фестиваль, вечера джазовой музыки. Этим самара обязана городскому молодежному клубу. Общественная организация, созданная 55 лет назад, в закрытом тогда городе, стала уникальным явлением для всего Советского Союза и культурной жизни Куйбышева. На юбилеи ГМК-62 побывала Алина Чемерес. До торжества еще час, а у зданий филармонии уже собираются те, благодаря кому более полувека назад городской молодежный клуб стал флагманом культурной жизни Куйбышева. Ольге Целебровской в то время было чуть больше 20. Будучи студенткой мединститута, она вступила в клуб самодеятельной песни. Походы, творчество, посиделки у костра – это говорит на всю жизнь. Я считаю, что мне крупно повезло в жизни, и это была первая удача, то, что я попала в клуб самодеятельной песни. Это такой непередаваемый дух, это такая общность интересов, это такая дружба, вот мы до сих пор встречаемся. Ребята со струковских лавочек, чьи умы бурлили идеями. Именно там, на встречах в саду, в годы оттепели и было положено начало легендарному ГМК-62. Молодые энтузиасты организовали в закрытом тогда городе концерты Владимира Высоцкого, стояли у истоков создания Грушинского фестиваля. В день 55-летия городского молодежного клуба его активистов и основателей поименно вызывают на сцену. Благодаря Валентине Вороновый город в начале 60-х увидел работы молодых художников и фотографов. Творческие решения порой были слишком дерзкими для советских нравов. В закрытом городе, который был тогда Куйбышев, Мало того, что выставки такие были, у нас выставлялись даже, ну, за которые нам иногда летало, вот, обнаженные, то есть. Это был не просто глоток свежего воздуха, а это был такой порыв, такой, можно сказать, шторм, что он воплощал наши идеи, а идеи у нас было масса. Врачи, общественники, политики, они и сегодня полны творческих сил. В день юбилея клуба, который стал уникальным явлением для всей страны, активисты ГМК-62 получают награды из рук главы Самары Олега Фурсова. Вся та молодежь, которая увлекалась в деятельность городского молодежного клуба, имела блестящие перспективы, и они позднее были реализованы. Какие характеры ковались в то время? Эти характеры оказывали и продолжают оказывать влияние на развитие нашего города. Поэтому мы с большим удовольствием поддержали инициативы ваши по открытию мемориальной доски, по проведению выставки, по организацию сегодняшнего мероприятия. Творческие традиции, которые более полувека назад заложили активисты городского молодежного клуба «Живые сегодня», в Самаре до сих пор проводятся фестивали джазовой музыки, проходит конкурс имени Дмитрия Кабалевского. Алина Чемерис, Василий Калдашов, События. Через несколько лет сборная Самары по паралимпийскому керлингу сможет наравне с другими регионами бороться за медали национального чемпионата. Первая ознакомительная тренировка прошла на льду и подром арена. С мастер-классом к новой команде приехал тренер сборной России. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко. Вы смотрите «Самарские новости спорта». Шахматы на льду – так называют в узких кругах керлинг. В Самаре начали осваивать эту игру и паралимпийцы. Популярность помогла завоевать успехи национальной сборной. Последние пять лет российская команда – лидер паралимпийского керлинга на мировой арене. Трехкратный чемпион мира, второе место на паралимпиаде. Однако тренеры ищут новые таланты. Поэтому старший тренер национальной команды с удовольствием приехал с мастер-классом в Самару, когда узнал, что в нашем городе появилась команда керлингистов-колясочников. Несмотря на то, что ребята только начинают, первая тренировка, да, у всех немножко получается не так, как они, наверное, рассчитывали. Но с этого начинают все и всегда на это потратить время и силы. По прошествии какого-то времени начнут получаться лучше. Уникальность правил паралимпийского керлинга в том, что в команде должны играть вместе и мужчины, и женщины. А в сборной не хватает слабого пола. В Самаре на мастер-класс пришло много девушек, к чему тренер сборной очень рад. Довольны остались и самарские спортсменки. Это была мечта не только моя, но и многих людей, которые сюда приехали. Просто кто-то, наверное, должен начать был. Вот так как мы уже и со слэш-хоккеем начинали два года назад. Любая такая региональная команда, как у нас вот сейчас, это плюс нашей сборной. И мы хотим поддержать нашу команду сборной. Тоже хотим быть вот в рядах нашей сборной. В Самарской области паралимпийский спорт на гребне волны. 20 тысяч инвалидов представлены в разных видах. Из них 3 тысячи колесочники. Только в прошлом году паралимпийцы завоевали порядка 200 медалей на разных соревнованиях. 85 наград высшей пробы. Это все новости к этому часу. Больших побед вам! Удачи! На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже 14 миллионов просмотров на Ютюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Благополучия вам! И будьте участниками только хороших событий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Почти завершена одна из сторон кольцевой развязки на Московском шоссе и улице Луначарского. По ней уже открыто движение в сторону города. Для движения на вытянутом кольце организуют по три полосы на каждой из сторон. После строительства проезжей части начнется обустройство тротуара. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Контроль качества ведется на участках дорог, где сделали капитальный ремонт по федеральному проекту безопасные и качественные дороги. Так на улицах Алексея Толстого и Максима Горького, специалисты лаборатории МБУ Дорожное хозяйство проводят кернение, берут на пробу образцы нового покрытия. Проверка идет на каждом участке в 100 метров. Если будут найдены нарушения, подрядчик обязан устранить их за свой счет в кратчайшие сроки, вплоть до перекладки всего покрытия. Отверстие после кернения необходимо заделать в течение недели. На контрольные проверки приезжают представители Народного фронта, управляющие микрорайонов и общественные палаты Самары. По улице Дыбенко пустили общественный транспорт на участке от улицы Советской Армии до Авроры. Теперь ходят два автобусных маршрута. 35-й от НФС до Дома молодежи и 45-й от Красной Глинки до автостанции Аврора. Эти маршруты временно изменили. Раньше они ходили по улице Антонова-Овсеенко. По решению Департамента транспорта автобусы будут курсировать в тестовом режиме два месяца, после чего специалисты проанализируют трафик и решат оставить оба маршрута или достаточно одного. На улице Дыбенко установили по четыре остановочных павильона с каждой стороны. На улице Ивана Булкина, около торгового центра, на улицах Карбышева и Советской Армии. Автобусы ходят с интервалом от 15 до 25 минут. Для обеспечения электроэнергии объектов чемпионата ведется строительство трех трансформаторных подстанций. Они расположены рядом со стадионом. От них будет запитываться вся инфраструктура. Самое важное – первая РТП. Она обеспечит электроснабжение двух тренировочных площадок, фудпорт, КПП, очистные сооружения. Сейчас на подстанциях ведется подготовка. Они должны начать работу уже осенью. Самарцы протестировали новые пешеходные дорожки в Струковском саду. Сделали несколько замечаний. Подрядчик продолжает работы с учетом пожеланий жителей. Такое поручение дал глава города на очередной проверке капитального ремонта парка. Подрядчик обещает завершить работу чуть раньше плана. Строители уже проложили коммуникации для освещения системы автополива газонов. По проекту здесь также появится скейт-парк, который будет соответствовать международным нормам. В целом Струковский сад сохранит свой исторический облик, обещают в администрации Самары. Ремонт фасадов домов к Чемпионату мира по футболу близится к завершению. Уже обновили внешнюю часть домов на улицах Фрунзе и Алексея Толстого. В процессе ремонт еще на пяти объектах. Часть работ делают на деньги с городского бюджета, часть – на средства меценатов. В этом году они самостоятельно отремонтировали 113 фасадов. Ремонт проводится по согласованию с администрацией города. Участники получают специальные паспорта с рекомендациями по цветам и материалам. Четвертая очередь набережной готова на 60%. Там начинаются работы по благоустройству. Продолжается укладка тротуарной плитки. Ведется облицовка основания ладьи. Уже почти завершена ее покраска. Работы ведутся на всем участке от улицы Осипенко до Силикатного оврага протяженностью чуть больше километра. Здесь заменят асфальтовое покрытие, обустроят амфитеатр и новый фонтан. Также здесь обновят освещение и установят систему видеонаблюдения. Работы планируют завершить в декабре 2017 года. По дворе 147-го дома по улице Черемшанской идет ремонт по программе «Комфортная городская среда». При составлении плана работ учитывается мнение местных жителей. Созданы общественные комиссии, которые контролируют весь процесс. Здесь появятся новые парковочные места, дорога, детские площадки и озеленение. Всего в 2017 году в Самаре в программу включено 196 дворов. Общий объем финансирования составляет около 320 миллионов рублей. На здании бывшего элеватора на улице князя Григория Засекина укрепили баннер с символикой Чемпионата мира по футболу. Элеватор в Самарском районе построили в 70-х годах прошлого века. Здание считается памятником советского постмодернизма. Субтитры создавал DimaTorzok